Итак, добрый день гостям подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе ловля на поплавочную удочку и все, что с ней связано. Сегодня у нас видео, я расскажу, как от А до Я оснастить поплавочную удочку. Оснастка поплавочной удочки от крючка, лески, дробинки, все начнем. От удочки все по порядку. Давайте начнем. Начнем с того, что нам понадобится сама удочка. Есть у меня обычные бюджетные 5-метровки. Я раньше ими пользовался. Вот такие вот 5-метровки. Вот она, Каиды, самая идеальная. 5 метров Каиды, я к ним привык. Есть немножко подороже, это Лебао-Ланай. Я снимал отдельные обзоры. Давайте оснастим вот такая удочка Лебао-Ланай, 5-метровка. То есть мы должны знать, для чего мы оснащаемся. Соответственно, у меня, если я ловлю с лодки, у меня 3-метровые, 4-метровые поплавочные удочки. Если ловлю я с берега, это, конечно, классическая 5-метровая удочка. Она стоит немножко дороже. Я снимал видео про эту удочку. Но намного она чувствительная. У нее очень чувствительная вершинка. И по сравнению с дешевой бюджетной удочкой, можно переплатить в 2 раза, чуть дороже сейчас. И рыба чувствуется в 5 раз чувствительнее. Но не будем углубляться. Давайте начнем. Мы определились с удочкой. Это вот Лебао-Ланай. Далее нам понадобится, что же нам понадобится? Нам понадобится катушка. Есть проводочные катушки, абсолютно дешевые. Но эти катушки я не люблю, потому что этими катушками далеко не забросишь. Есть маленькие безинерционные катушки. У меня старенькие. Я их по 50 рублей в свое время покупал. Тоже это не пойдет. На удочку поплавочную я давным-давно уже устанавливал более-менее, более-менее. Такую хотя бы дешевую, но немножко, хотя бы немножко мощную безинерционную катушку. Для чего? Потому что у меня, я покажу сейчас, как я делаю. У меня удочка одна, поплавочная оснастка, абсолютно для всей рыбалки. Я ловлю на озере, я ловлю на речке, я ловлю маленькую мирную рыбу, я ловлю карася. Также на платье может подойти карп. То есть леска у меня уже, сейчас мы о леске поговорим, может подойти карп. Из-за этого удочка, чтобы мы хотя бы могли вытащить карпа. И дальше не такая вот хлюпенькая, а нормальная хотя бы. Ну как нормальная, бюджетная у меня старинная безинерционная катушка. Но хотя бы, чтобы сил хватило вытащить 2-3 килограммового карпа. И этой безинерционной катушкой я могу закинуть в любую точку. Потому что я сейчас, мы дойдем, я использую скользящий поплавок, мой любимый. Ну смотрите, мы определились, вот она катушка. Устанавливаю эту катушку. Устанавливаю. Катушку установили. Далее давайте сейчас поговорим о леске. Я пока не буду ничего приближать. Леску, я опять скажу, я использую леску 0,3-0,28. Потому что, конечно, для карася можно и 0,2, и меньше, там для мирной рыбы. Но я также ловлю карпа. И леска 0,28 очень хорошо подойдет для этого дела. Устанавливаем леску. Леска вот у меня 0,28. Она универсальная леска. Я ловлю на вот этой. Я оснащаю вот так абсолютно любую удочку. Далее, давайте уже сейчас мы приблизим. Поговорили мы. Далее сейчас будем оснащать. И так далее. Оснащаю. Оснащаю я тоже. Оснащаю я тоже достаточно просто. Мы продели через все кольца пропускные нашу леску. Смотрите, нам понадобится вот такие вот стопорные стопора нам понадобятся. Они стоят копейки. Продеваем. Наделим и стопор, потому что, как я сказал, у меня скользящий поплавок. Взяли наш поплавок скользящий. Вот он, наш скользящий поплавок. Он уже старинный у меня. Уже много на разных рыбалках побывал. Вот такой вот скользящий поплавок. Видите, стопор стопорит. Далее, это очень важно. Снизу мы надеваем еще один стопор. Зачем, вы спросите, потому что сейчас я покажу. Потому что глубину мы здесь выставляем стопором. Поплавок стопорится. Все вот этим стопором. Нижний стопор нужен, потому что поплавок не ходил при забросе на дальний заброс. А от грузов до вот этого стопора не болтался. И он может переколеснуться с крючком. То есть запутаться. Если мы выставляем нижний стопор, то поплавок уже не переколеснется с крючком. А будет примерно... Ну, можно даже, чтобы он вот так вот болтался. Где-то сверху на одном расстоянии. Далее, посмотрите. Мы установили поплавок. Далее отгружаем. Отгружаем. Берем груза. Отгружаем вручную. Можно отгрузить вот этой вот отгрузкой. Специальным приспособлением. Но я по старинке сейчас отгружу. Берем вот такие вот свинцовые груза. Дробинки. Я ловлю всегда рыбу со дна. Как мы будем отгружать? Берем, посмотрите. Кто-то делает, устанавливает вот эти дробинки на леску. Бывает. Бывает, используют какие-то вот эти трубочки. Маленькие кембрики, чтобы не повредилась леска. Но у меня за все время леска ни разу не повредилась. То есть, зажимаю я. Зажимаю, чтобы не болталось. И один за одним. Оставляю я. Самое интересное, что я отгружаю. Видите, я примерно одинаковых делаю. А не дробиночки. Оставляю я расстояние. То есть, вот так вот. Не вплотное они, а расстояние. Расстояние. Почему я такое оставляю? Чтобы они друг от друга на каком-то расстоянии. Чтобы на дне эти груза были тоже на каком-то расстоянии. Для чего это нужно? У меня груза, говорю, ловлю я всегда со дна. Эти груза на дне. Поплавочек у меня наискосок находится. Для чего это нужно? Такое расстояние. Более устойчивые вот эти вот груза стоят. То есть, не сносит поплавок бывает. Ничего. Поплавок наш стоит более устойчивым. Вот так вот. Четвертый груз. Сейчас тут много надо. И вот на всю, по всей длине. Вот так вот делаем расстояние. Вот так еще зажимаем. Вот давайте сейчас проверим. Уже можно проверить. Мало. Сейчас мы еще добавим. Сейчас мы еще добавим груза. Сейчас легко мы это все отгрузим. Отгружаю я по ватер-линию. Сейчас мы еще отгрузим. Видите? Сейчас немножко подниму я. Все. Посмотрите. Поплавок идеально отгружен. Поплавок идеально отгружен. По ватер-линию он стоит. Видите? Стоит он по ватер-линию. И давайте самое интересное. Что же делать дальше? За 5 секунд. Но это каждый может отгрузить. Еще в детстве я отгружал эти поплавки. Это без проблем. Вручную. Без всяких отгрузок. Далее. Я покажу еще раз их груза. Самое интересное. Как я уже сказал. Чтобы они все лежали на дне. Я сильно это все зажимаю. И вот видите. У меня получилось 7 дробинок. И они не вплотную. Чтобы лучше. Поустойчивее было. Лучше они падают на дно. И поплавок не сносит. Даже при сильном ветре. Далее. Самое интересное. Самое интересное. Постоянно. Не. Мы вот можем. Крючок затупится. Его нужно будет поменять. И чтобы постоянно не убирать эти груза. Там не останется места. Не передвигать их. Если мы будем по леске продвигать. Чтобы мы поменяли крючок. Например. У нас осталось очень мало места. Груза все хорошо закреплены. Мы начинаем сдвигать наши груза. Чтобы высвободить леску. Чтобы еще раз закрепить крючок. Потому что там очень мало места остается. От грузов до крючка. И все это рвется. Смотрите. Что я здесь делаю. Я здесь устанавливаю вертлюжок. Маленький вертлюжок. И уже смотрите. Это я не трогаю. Вот видите. Вот этот поплавок у меня. Вот эти свинцовые груза. Вот этот вертлюжок. Это все я не трогаю. Это все уже отгружено. Использую я это абсолютно на любых рыбалках. Меняю я только затупившиеся крючки. И меняю диаметр основного поводка лески. Посмотрите. Леску я теперь могу здесь закрепить. Абсолютно любую. Абсолютно любой крючок я могу закрепить. И абсолютно любую длину сделать. Здесь уже смотрите. Все как надо отгружено. Все как надо. Теперь мы берем далее. Я ловлю. Приехал карася. Можно установить крючок поменьше. Если мы уверены, что там нету карпов. Не клюнет карп. Чисто приехали. И как я ловлю на дачном озере. Устанавливаю. Здесь уже основная леска. Например, 0,8. Здесь я могу установить леску. Хоть 0,15. Установил леску я. Ну, предположим, 0,15. Любой длины. Взял вот крючок. Какой надо. Крючок можно взять. У меня абсолютно. Вот. Куча крючков для рыбалки. И берем крючок. Сейчас закрепим крючок. Устанавливаем крючок. Это дело я показывал. Снизу вверх продеваю я в ушко. И три раза. Три вот таких вот делаю. Колечко. Очень легко. С детства я еще так вижу. Крючки мне показал рыбак. Так и ничего в принципе не поменялось. Все. Установил. Установил крючок. Видите, длина поводка может быть любой. У меня вот такая. Подлиннее, покороче. Все равно это все на дне. Вот. И посмотрите, наш монтаж готов. И теперь мы при желании... То есть затупился крючок. Хотим поменять крючок. Поменяли. Сняли абсолютно любую новую леску. Поставили любой диаметр лески. Поставили крючок. Все. Основной монтаж мы не трогаем. И это очень удобно. Итак, я при вас, при вас оснастил. Я использую вот этот монтаж на всех рыбалках. При вас я сейчас оснастил. Обратите внимание. Вот мой самый любимый монтаж. Леска 0.28, максимум 0.3. Потому что это универсальная поплавочная удочка. Который вот этот скользящий поплавок я использую везде. Все. Мы здесь уже не задумываемся. То есть уже затянули нормально груза. Груза всегда будет на одном месте. Поплавок с топора будут всегда на одном месте. Здесь вот вертляжок. Когда захотели, здесь поменяли абсолютно любую леску поставили. Затупился крючок. Поменяли любой крючок. Побольше, поменьше. Вот этот поводок мы меняем. Сам вот этот монтаж всегда остается у нас неизменным. И ловлю я везде. На речке, на озере. Вот такой вот мой любимый скользящий монтаж. Почему? Потому что я могу кидать рядом с берегом. Могу забросить любую точку, любую глубину подобрать. То есть это вот такой вот универсальный монтаж для поплавочной удочки. И беру не всякие проводочные или маленькие без инерционной катушки. А достаточно более-менее такую мощную катушечку, чтобы можно вытащить карпа на килограмм на два. То есть я не меняю постоянно монтажи. Я езжу на разные рыбалки поплавочные. Но всегда вот это все остается неизменным. И так я скажу, это личное мое мнение. На сегодня все. Всем, кого понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!